Мы с сестренкой. Даже в 65 Сергей Лисовский загадывает желание подбой курантов. Для него Новый год один из самых любимых праздников. Родители работали на железной дороге. Для детей сотрудников, вспоминая тон, устраивали праздники с размахом. Правда, даже на детских елках будущий чиновник чаще всего выглядел официально. Приходил в школьной форме. А вот самые желанные подарки Сергей Лисовский получал от отца. Он был великолепный рыбак. Профессиональный такой рыбак. И меня он многому научил. И он мне каждый раз что-то из снастей. Ну, тогда, скажем, были в диковинку, там, японская леска. На самом деле, конечно, была трагедия. Когда они падали, у меня слезы текли, я плакал. Если что и вызывало в Новый год его слезы, так только разбитые украшения. Несколько старых игрушек до сих пор вешают на елку в семье Табаяковых. Новый год Андрей Геннадьевич встречал и за границей. Но дома, говорит, лучше. Я, наверное, это, было, наверное, не очень правильно. Я очень долго верил в Деда Мороза, честно. Мне казалось, что он есть. У вас, да что, наверное. А вот у главного врача городской станции скорой помощи Новый год горячая пора. Позвонить с работы ему могут и подбой курантов. Олег Андрушенко – консерватор. Праздник всегда встречает в кругу близких. Детских фото у него почти нет. Остались на родине. Но что дарили, помнит хорошо. В свое время, это класс восьмой, наверное, переходили с восьмого, по-моему, девятый класс. И тогда я, вот, только начались выпускаться калькуляторы. Калькуляторы. Вот у нас в классе появилось, по-моему, одного или двоих. Вот я копил деньги, чтобы купить калькулятор. И вот у меня была мечта, вот эта вот, она сбылась. Сейчас подарки близким дарит уже он. Говорит, к пожеланиям прислушивался весь год. Этот праздник врач тоже отметит за семейным столом. Правда, единственное, от чего откажется – Оливье. Этот салат доктор не любит. Говорит, наелся в детстве. Кристина Трушина, Олег Буланов, Игорь Шишили, Новости Телеобъектив.